Бисмиллахи рахмани рахим Ассаляму алейкум и рахматуллахи в баракатух Поистине Аллах велик и бесконечная ущидрость Сегодня, иншаллах, в программе Свет Ислама мы продолжим тему Таухида В предыдущих передачах мы познакомили вас с видами малого многобожия И начали знакомить с формами проявления большого ширка Многобожие – это грех, который не может совмещаться с Таухидом Только единобожие может стать причиной обретения милости Всевышнего Аллаха И только многобожие может стать причиной того, что человек будет обречен на вечное пребывание в аду Посланник Аллаха, Мухаммад, салаллаху алейкум и салям Не хотел, чтобы верующие испытывали страдания и трудности И поэтому разъяснял мусульманам все виды ширка Таким образом, последний пророк Мухаммад, да богословит его Аллах и приветствует Заботился о единобожии Стремился уберечь единобожие и перекрыть все дороги, ведущие к многобожию Когда пророк, салаллаху алейкум и салям, был отправлен к человечеству, чтобы призвать их к единому Аллаху То самое первое, то что он начал, он говорил Скажите, что нет божества, кроме Аллаха, вы спасетесь Пророк, салаллаху алейкум и салям, первое, что совершал, первое, что призывал, это к свидетельству, что нет божества, кроме Аллаха И еще раз повторю хадис Пророк, когда, салаллаху алейкум и салям, отправил Муаза Он им сказал, что первое, то что ты должен сделать и призывать, это к единобожию От единобожия, от талхида, от веры к единому Богу исходит деяние, исходит все, что должен соблюдать верующий мусульманин Без единобожия, без талхида, никакое деяние этого мусульманин не будет зачитываться Поэтому, когда пророк, салаллаху алейкум и салям, начинал призывать людей, он говорил Скажите, что нет божества, и тогда вы спасетесь Вот с этого и пророк, салаллаху алейкум и салям, начинал Потому что тогда, до ислама, нам всем известно, какой был тогда народ, какое было тогда общество и кому они поклонялись Самый большой грех, если самым большим грехом считается ширком, то, конечно, было разумно, если пророк, салаллаху алейкум и салям, начинал именно с единобожией Не превращайте свои дома в могилы и не делайте мою могилу местом ваших постоянных посещений И спрашивайте для меня благословения, ибо ваши благословения достигнут меня, где бы вы ни были Превращение могилы вместо постоянных посещений является одним из путей, приводящих в многобожию Поэтому посланник Аллаха Мухаммад, салаллаху алейкум и салям, запретил превращение своей могилы в объект целенаправленного посещения Потому что это привело бы к тому, что люди стали бы возвеличивать пророка Мухаммада, салаллаху алейкум, так как следует возвеличить только милосердного и милостивого Аллаха Поэтому мусульмане, отправляясь и приезжая в Медину, намереваются и посещать прежде всего мечеть пророка, саллаху алейкум, а затем по суне сподвижников приветствует пророка Мухаммада, салаллаху алейкум, в месте, где он покоится прося у Всевышнего Аллаха высшей степени рая для последнего посланника Господа. Пророк Мухаммад оберегал единобожие, его неприкосновенность и прерывал все дороги, ведущие к многобожию. И если его могилу нельзя целенаправленно посещать в виде поклонения и устраивать на ней празднество, то на могилах всех остальных людей этот запрет распространяется в еще большей степени. Никто в этом мире среди людей не может быть по своему статусу выше, чем пророк Мухаммад, и каким бы праведным не был бы при жизни человек, он не может быть объектом поклонения. Только всемогущий Аллах достоин поклонения и хвалы. И только у всемогущего Господа надо просить прощения и защиты. Для сохранения единобожия мы должны знать все виды и пути, ведущие к ширку. Одним из видов великого многобожия является колдовство. Под колдовством подразумевается использование шайтанов из числа джиннов для оказания влияния на людей. Колдун никогда не сможет претворить в жизнь колдовство, пока он не откажется от единобожия. И потом он наряду со Всевышним Аллахом начнет поклоняться и угождать дьяволом. Когда человек отказывается от единобожия, дьяволы из числа джиннов начинают прислуживать ему и оказывать воздействие на тело околдованного человека. Одним словом, колдун не сможет стать настоящим колдуном, пока не будет поклоняться дьяволом. И поэтому мы утверждаем, что колдовство является приобщением сотоварищей к Аллаху. Да, несомненно, колдовство является проявлением многобожьего. Этому свидетельствует хадис пророка, который говорит, «Ман сахара, фа кад ашрака». Тот, кто занимается колдовством, проявил или будет считаться многобожником. Что такое колдовство? Колдовство, когда человек использует бесов или джиннов для своих личных целей. Этому Аллах в Куране, в Суре Бакара запрещает. Для чего? Зачем Аллах запрещает? Потому что это напрямую непосредственно вредит человеку. В Суре Бакара пишется, что это послужить, то есть использовать колдовство, как ранние племена использовать для разделения, для развода семьи, для того, чтобы разжечь раздор между людьми. Поэтому это считается очень большим грехом. Еще пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в своем хадисе говорит, «Сторонитесь, опасайтесь семь грехов, которые уничтожат». Которые уничтожат аль-мубикат на арабском. Аль-мубикат, слово, это то, что уничтожает все абсолютно. Одна из этих семи грехов является колдовство. Поэтому человек, который имеет способность использовать это, он в тот же момент должен оставить это, не приближаться. Если знает, он должен скрывать это. Это должен знать только он и Аллах. Если он используется это, или будет заниматься этим, то тогда он совершит один из самых больших грехов, которое считается проявлением многобожьим. Избегайте семисмертных грехов, приобщения к Аллаху со товарищей, колдовства, убийства, пожирания лихвы, пожирания имущества сироты, бегства с поля боя и клеветы на целомудренных верующих женщин, даже не помышляющих о грехе. К смертным грехам относятся поступки, которые губят человека и обрекают его на погибель и убытый, как в мирской жизни, так и после смерти. Они являются величайшими из тяжких грехов. Пророк Мухаммад упомянул о колдовстве сразу после приобщения со товарищей к Аллаху, потому что колдовство является большим видом многобожия, то есть приобщение со товарищей к величайшему и могучему Аллаху. Слово «колдовство» имеет широкий смысл. Одним из его значений является обращение за помощью к дьяволам, стремление угодить им и поклонение им для того, чтобы они стали прислуживать колдуну. Существуют различные степени колдовства, и мы должны знать различия между ними. Гадания по направлению полета птиц, гадания по черточкам и суеверии являются отголоском сатаны. При гадании любым способом определяют, будет ли удачным дело, которое человек задумал начать, или же определяют будущее. Это является одной из форм колдовства. Почему? Потому что в зависимости от гадания человек либо берется за дело, либо воздерживается от него, и поэтому гадание считается одним из видов колдовства. Также мусульманам запрещено ходить к предсказательным. Предсказание противоречит самой сути единобожьей, и предсказатель непременно является многобожником, потому что он использует джиннов и поклоняется им для того, чтобы они служили ему и рассказывали ему о сокровенном. До прихода истины от Аллаха, религии, ислам, предсказатели в основном считались угодниками и праведниками. Начиная с пророческой миссии пророка Мухаммада, люди поняли, что предсказание – это ложь. Кто пришел к предсказателю и поверил в сказанное им, тот не уверовал в неспосланное Мухаммаду. Это тоже является очень большим грехом, даже, можно сказать, неверием. То есть куфр. Что такое куфр? Куфр – это неверие. Подобным деянием, подобным действием человек выходит из веры. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисах говорит, «Ман ата аррафан» – тот, кто подойдет к этим предсказателям или ему подобным, «Фасааллаху аншейин» – если что-то у него спросят, «Фасаддахаху бимаккаль» – если он подтвердит, поверит в то, что он сказал, этот предсказатель, или еще друг, «Лан тукбаллаху салатун арбаина йоман» – 40 дней у него не будет приниматься молитва, намаз. Поэтому это очень большой и тяжкий грех. Еще в одном хадисе, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, говорит в более жесткой форме. Это может даже грозить, даже и неверием. Обращаясь человек, может даже поступить, как неверующий человек. Хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, звучит, «Ман ата ка хинан фасаддахаху бимаккаль, фа кад кафара бима узиля аля Мухаммадин», саллаллаху алейхи вассалям. Тот, кто обратился к предсказателю, и подтвердил его слова, и поверил ему, он отнесся с неверием то, что было ниспослано пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. А что было ниспослано пророку? Это едино Божие. Что еще? Это Коран, это сунна, это ислам. Обращаясь к предсказателю, человек даже может поступить подобно неверующему. То есть в хадисе звучит «Он стал неверующим к тому, что было ниспослано пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям». Поэтому мы должны стараться. Никто не имеет права и не знает то, что будет случиться в будущем. Сокровенное принадлежит только Аллаху. В Коране говорится «Ля я аламу лгайба илляху». Сокровенное знает и сокровенное известно только ему, только Всевышнему, только Аллаху. Поэтому верующий, мусульманин, должен строго придерживаться этой черты. Посланник Аллаха Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, пришел к людям со словами Всевышнего Господа Миров. Коранические откровения Аллаха свидетельствуют о том, что предсказатели, колдуны и прорицатели никогда не обретут успеха, потому что они лгут и не говорят правды. Во лжи тех, кто придумывает будущее или передает слова шайтанов, показывающихся предсказателям в виде святых и умерших людей, лежит дорога вечной страдания. Хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, звучит. Воистину предсказатель и предсказатель и предсказание пребывают в огне, то есть в аду. Поэтому совершение этого проступка или греха человека могут свести, или человек с совершением этого проступка или греха, человек, можно сказать, запросто может попасть в ад. Не из нас тот, кто произносит дурные предзнаменования или верит в них, тот, кто занимается предсказаниями или слушает их, и тот, кто колдует или прибегает к помощи колдовства. А кто приходит к предсказателю и верит в сказанные им, тот не верует в ниспосланное Мухаммаду. Мы рассказали вам о колдунах и предсказателях. Эта категория людей тесно связана с джиннами. Некоторые это знают и идут сознательно на контакт со шайтанами. А другие люди не знают об этом и сближаются с темными силами, веруя, что это дар Всевышнего Аллаха. Поэтому мы знакомим вас с тем, что приблизит вас, инча Аллах, к милости Аллаха, а что приведет к гневу всемогущего Созателя. Бывает, что люди заболевают после контакта с колдунами и предсказателями или от их заклинаний. Существует два вида снятия колдовства – разрешенные и запрещенные. Разрешенные снятия чар или порчи осуществляются посредством чтения Корана и известных молитв, а также приема лекарственных препаратов, назначаемых врачами, если колдовство подействовало на организм человека. Мы не спосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих, а беззаконникам это не прибавляет ничего, кроме убытка. В Коране говорится, «Аузу билляхи мина шайтана раджим бисмилляхи ррахмани ррахим, вану наззилу минал-кур'ани ма хуа шифаун ва рахматун лил му'менин». Воистину, мы не спосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих мусульман. Этот аят свидетельствует, что в исламе по шариату разрешается читать или избавляться от колдовства с помощью чтения Корана. Есть определенные суры, которые пророк, саллаллаху алейхи ва салям, читал, которые читал для Хасана и Хусейна, для своих внуков, допустим, две последние суры, и еще хадис пророка, саллаллаху алейхи ва салям, о суре Фатиха, первая сура в Коране, где гласит, что действительно Фатиха, она исцеляющая и достаточная для всего. Поэтому верующий мусульманин, он должен знать, что исцеление или избавление от колдовства, это дозволено шариатом, и этому свидетельствует вышеупомянутый аят. Теперь, то, что запрещено в исламе, все то, что является кроме Корана или сунны пророка, саллаллаху алейхи ва салям. Стоит заметить, что человек в целях избавления или исцеления может даже употреблять лекарства, медикаменты по назначению врача. А другие вещи, которые не соответствуют шариату, а что соответствует, это Коран и сунна пророка, саллаллаху алейхи ва салям, считается грехом, считается колдовством, которое запрещено употреблять человеку. При запрещенном виде понимается, когда одно колдовство уничтожается за счет другого колдовства. Однако второй колдун не сможет уничтожить первое колдовство, пока не обратится за помощью к джинам. Он просит их о том, чтобы джинны, осуществляющие первое колдовство, уничтожили его следы. Спрашивание помощи у шайтанов – это приобщение со товарищей всемогущему Аллаху. Теперь вы знаете, что колдуны осуществляют и снимают колдовство после того, как совершают великое многобожие. То есть мусульман не имеет права снимать одно колдовство посредством другого. Даже если в этом возникла острая необходимость. Колдовство разрешается снимать только посредством заклинания, узаконенных шариатом. Пришло время познакомиться со следующим видом многобожия, который часто встречается среди мусульман, не знающих виды ширка. Это суеверие. Сущность суеверия заключается в том, что человек ищет добрые или дурные предзнаменования, происходящих вокруг событий, например, в черной кошке, и связывает благополучный или неудачный исход задуманного дела с тем, пройдет перед человеком черная кошка или нет. Воистину их дурные предзнаменования были у Аллаха, но большинство из них не знает этого. Мусульманин должен знать, что добрые и неприятные события происходят с людьми в соответствии с божественным предопределением, которое записано у всезнающего Аллаха. Дурные предзнаменования всегда были качеством многобожников, и поэтому шариат порицает дурные предзнаменования. Последователи Священного Корана и Пречистой Сунны знают, что происходящие события связаны с предопределением наисильнейшего Аллаха и могут быть либо вознаграждением за совершенные благодеяния, либо наказанием за совершенные грехи. Суеверие тоже на ряду колдовства, на ряду предсказателя. Там, где упомянуется в хадисах о колдовстве, о предсказателям, имеет место суеверие. То есть тот, кто обращается или придерживается, или верит, этот человек тоже считается, или это деяние, этот подступок тоже считается проявлением многобожьим. То есть запрещено. Человек абсолютно не должен задумываться и не верить этим всем суевериям. Опять же, это исходит от того, от веры человека, от придерживания, насколько он придерживается единобожьей. Может быть, человек может ищить легкие пути, чтобы избавиться от проблемы, поэтому это строго запрещается. Суеверие, когда пробегает, допустим, черная кошка, дорогу, человек говорит, что ему не повезет что-то, нет, это категорически. Когда мы говорили о уповании, мы в целом это сказали, что человек только уповает, только верит, и все, хорошее, плохое, только от Всевышнего Аллаха. Из этого должен исходить каждый верующий мусульманин, каждый человек, который придерживается единобожьей. И не обращать внимания, пусть не одна кошка, пусть пробегает десять кошек, человек абсолютно не должен обращать внимания, потому что и хорошее, и плохое, благо, зло, все это только от Аллаха. Если будет на то воля Аллаха, у человека сложится все хорошо. Если же на то будет Аллаха, значит, это испытание, человек должен достойно пройти с верой, уповавшись на Аллах, это испытание. Дурное предзнаменование – это широкое понятие, которое охватывает слова и деяния, происходящие на глазах у человека и влияющие на его решения. Верить в дурные приметы и предзнаменования запрещается, а вот добрые предзнаменования поощряются, потому что они приносят радость и облегчение, и удаляют стеснение, порождаемое сатаной, и оказывающее дурное влияние на сердце человека. Если человек верит в добрый исход, то он избавляется от воздействия сатаны. В одном хадисе со слов Ибн Амр, говорится, что посланник Аллаха Мухаммад сказал, кто бросил какое-либо дело из-за дурной приметы, тот приобщился товарищей к Аллаху. Люди спросили, а каково искупление этого? Он ответил, вам следует сказать, о Аллах, нет добра, кроме твоего добра, и нет зла, кроме твоего зла, и нет божества, кроме тебя. Кошка перебежала черная. Что нужно сделать, а? Через левое плечо три раза плюнуть и не оборачиваться. Куда не оборачиваться? Разад. А, три раза сейчас плюну, потом? И вперед. Можно, да? Три раза, да? Да. Ну, что сделать, чтобы повезло мне? А то важный вопрос. Вот так сделать. Как? Да. И все, проходить? Да. Черная кошка, это плохо, да? Ну, должен человек идти оттуда. Ты пройди. Куда? Вот так, пройди. У меня тоже экзамен сейчас. Да? Да. И что теперь делать? Ну, не знаю. Сначала камень надо бросить. Можно так. Брось камень? Да. Ты брось, потом я пройду. Самому бросите? Это самому надо делать. Самому? Да. Точно повезет? Говорит, Джоса Абахмаган, да. Как? Джоса Абахмаган. Джоса Абахмаган. И все, да? Нормально будет? Да. И камень бросить, да? Да. А снег можно? Не знаю. Вроде камень бросить. Камень, да? Джол, как? Джоса Абахмаган. Джол, Санан. Счастье мне, дорога тебе. А, счастье мне, дорога тебе. Да, да. А тебе это кому? Кошки. А, кошки, все, да? Что нужно сделать, а? Чтобы это... За замочем подержаться. У меня нету замка? Нету, она ширинка. Ширинку не зашли? По-другому. Закройте глаза и за пуговицы держимся. Как? Глаза закройте и за пуговицы держимся. И сколько так идти? Пройдите, просто ничего не будет. Повезет? Закройте глаза так. Что нужно здесь пройти? Шапку переверни назад и прохарить. Просто шапку переверни? Так, переверни одевай. Вот так, да? Да. Можно, да? Не знаю, по-моему, плюнуть через две, на ключе три раза. И все? Три раза плюнуть? И можно идти? Как видите, люди сами придумывают суеверие и думают, что черная кошка может принести зло. Это противоречит таухиду и является многобожиим. Если кошка и пробежала перед вами, то она бежит по своим нуждам. И поверьте, она не только не желает вам плохого, но даже и не думает о вас и не видит вас. И тут черная кошка прошла. Что нужно сделать, чтобы это не помешало? Ну, и братан умер с харамой. Семья ходит и... Что нужно сделать, а что проблем не было? А проблем не будет, вы это не верьте вообще. Говорят, проблем будет, если черная кошка пробежит. Да никаких проблем не будет, это же кошка не будет. Не будет? Дурные признаменования могут возникнуть в сердце незнающего человека. Однако Аллах удалит их, если уповать на него. Потому что в награду за упование человек обретает защиту от козней сатаны, которая внушает ему верить в дурные приметы. Веруйте во Всевышнего Аллаха, просите помощи и покаяния о милостивого Господа и полагайте всегда только на всемогущего Творца. Одним словом, придерживайтесь таухида и, инчааллах, вы преуспеете в обоих мирах. Хорок Мухаммад, салаллаху алисалям, придерживался таухида, призывал к едам Божию и хранил таухид от ширка. Наша с вами задача сохранить веру в том виде, в каком его передали нам наши предки. И без примесей многобожие передать будущему поколению. Ассаляму алейкум и рахматуллахи в баракатух. Помните, Аллах с теми, кто поклоняется Ему и просит прощения. Субтитры создавал DimaTorzok